This conference will now be recorded. Сегодня мы пригласили экспертов в области информационной безопасности, чтобы разобраться, кто такие специалисты по информационной безопасности, какие знания и навыки ценятся на рынке труда и какие перспективы карьерного развития у этих специалистов. В начале нашего мероприятия я скажу пару слов об учебнике. В учебном центре и далее мы приступим к обсуждению профессии. Пока я рассказываю, пожалуйста, поставьте в чат, кто сегодня собрался на вебинар, какой ваш уровень в профессии. Вы, если ничего раньше не слышали про информационную безопасность, поставьте 0. Мы пришли просто сегодня ознакомиться первый раз с профессией. Если вы уже что-то изучали по этому направлению и в процессе обучения, поставьте единичку. Если вы специалист, который уже работает, то поставьте двоечку, чтобы мы понимали, какая у нас аудитория собралась. Итак, учебный центр специалист на рынке образовательных услуг уже более 30 лет. В этом году у нас юбилей. Мы уже обучили более 1 миллиона человек и на практике заслужили звание ведущего компьютерного учебного центра России. Хочу вам пару слов рассказать про нашу программу содействия трудоустройства выпускников. Мы за это время осознали, что наших слушателей необходимо поддерживать в этом процессе. В процессе выхода на рынок труда, в процессе повышения квалификации. Возможно, вам будут интересны некоторые опции, которые мы вам можем предложить в этом направлении. Итак, когда мы проводим обучение, мы ориентируемся на практику, на запросы рынка. Потому что сейчас теоретические знания мало кого интересуют из работодателей. Важно иметь навык. Именно эти навыки мы в этом компьютерном учебном центре вам и даем в виде кейсов, в виде практических занятий. После получения практических навыков очень важно правильно выйти на рынок труда. Если вы никогда этого не делали, либо давно уже не проходили собеседование, все динамично меняется на рынке труда, потому надо быть в курсе актуальных тенденций, мы с удовольствием вам про них рассказываем на специальном вебинаре. Он бесплатный. Один раз в месяц он проходит. Записаться можно от сканировки в QR-код, либо я чуть позже скину ссылку в чат. Также мы предоставляем бесплатную консультацию по трудоустройству для наших слушателей. Можно записаться также от сканировки в QR-код. И регулярно проводим различные мероприятия профессиональной направленности. Например, ближайшее мероприятие запланировано на 21 октября для тех, кто хочет понять, какие направления разработать есть, чтобы выбрать будущую профессию. Еще одна опция – это вакансия от наших партнеров. Специально мы создали для этого отдельные каналы. Выбирайте, которые вам удобнее – Телеграм, ВК, либо Фейсбук. И туда мы публикуем вакансии наших корпоративных клиентов. Они отучили у нас своих сотрудников и по достоинству оценили качество подготовки. Поэтому всегда рады видеть вас в своих рядах и предоставлять нам аккаунтисы для наших выпускников. Итак, теперь можно перейти к следующему этапу нашего обсуждения. Давайте далее обсудим, какая ситуация сейчас на рынке информационной безопасности. Передаю слово нашему ведущему преподавателю курса по направлению безопасность компьютерных сетей Сергею Кривогину. Сергей, передаю вам права презентера. Хочу подчеркнуть, что в чате у нас собрались не прямо уже только одни новички. Кто-то уже что-то изучает по профессии. Прошу спикеров иметь в виду. Всех приветствую на дни открытых дверей в Центре компьютерного обучения специалистов. Меня зовут Сергей Кривогин. И вы про меня можете в интернете прочитать. Если Кривогин.ру в браузере набрать, то попадете на мою страничку на сайте учебного центра. Тут написано, давно специалист я работаю, различные курсы провожу. И имею много разных статусов. Прежде всего, я инструктор от Совета по электронной коммерции, который предлагает курсы по информационной безопасности. Certified PC Council Instructor. Мы дружим с Советом по электронной коммерции. Курсы от PC Council проводим. Я авторизованный инструктор, а учебный центр специалист – авторизованный учебный центр. И мы с учебным центром специалист, 10-кратные лауреаты, награды, круг, совершенство. PC Council с гордостью меня представляет, учебный центр представляет. 10 раз такую награду от вендора получали, что мы хорошо курсы проводим. В дополнение к этому я еще и академик, действительный член Европейской Академии Естественных Наук, штаб-квартира в Ганновере, поэтому написано по-немецки «Уркунды» – это грамоты, диплом, сертификат. А что относится к теме моего выступления, то это сертификаты. Время от времени сдавал экзамены и центральный курс, соответственно, центральный сертификат. Я имею статус сертифицированного этичного хакера и даже мастера по этичному хакеру. Но мне зачем такой сертификат? Я инструктор, конечно, курс провожу, мне сертификат нужен, чтобы подтвердить квалификацию. А если говорить о профессии, то зачем на предприятии нужен хакер? Сам хакер особенно и не нужен, но нужны аналитики. Я вот сертифицированный аналитик, то есть могу анализировать безопасность, применяя техники этичного хакинга. Могу проводить пентест, тестировать на проникновение, соответственно, поэтому вот они статусы такие, специалист по безопасности. А если нас взломали, то, соответственно, есть курсы и сертификаты. Я сертифицированный расследователь компьютерных преступлений. Компьютер, хакинг, форенсик, инвестигейтор. Соответственно, профессия тоже есть. А еще я руководитель службы информационной безопасности, Chief Information Security Officer и вообще сертифицированный защитник, Certified Network Defender, курс сертификации, соответствующий. Чему показываю сертификаты? К тому, что хочу рассказать о том, что за профессия такая, откуда она берется и откуда берутся требования к стандартам, требования к специалистам по информационной безопасности. В начале, давайте с аксиомы начнем, и я скажу, что в мире есть компьютеры. Да, компьютеры точно есть, если бы их не было, то не нужно было бы вообще нам собираться и что-то изучать. Компьютеры у нас у всех есть дома, и они дома нужны для развлечения раз, для общения и социальной сети два, и для учебы три. А вот сейчас, поскольку у нас день открытых дверей, мы интерактивно взаимодействуем, я утверждаю, что у вас дома может быть еще компьютер кое для чего. Может быть, вы мне скажете, у меня чат перед глазами, если прямо сейчас напишите, я прочитаю, подумайте, скажите вы мне, для чего у вас дома стоит компьютер. Если не для развлечения, никакой игрушки там нету, не для общения, не для учебы. Николай пишет, для работы нужен компьютер. Правильно, для работы можно еще придумать причины, но мне нравится вариант, что для работы. Работать буду дома. А зачем компьютеры на предприятии? Как вы, что вы такого на компьютере делаете, что там работаете? Вот если вас спросить, зачем на предприятии компьютеры? Что скажете? Для коммуникации в чат пишете, для информации. А зачем на предприятии нужна коммуникация, информация, вычисления? А зачем хранить документацию? А вот это вот правильно. Для автоматизации работы. Компьютеры на предприятии только для того, чтобы автоматизировать работу. Чтобы лучше компания могла деньги зарабатывать. И вот компьютеры сами по себе не настроятся. И нужен специалист по компьютерам. Вот один человек, он не может быть по компьютерам. Потому что компьютеры на предприятии – это целая информационная система. Их много. И в информационной системе есть три инфраструктуры. Поэтому не один человек нужен, чтобы компьютеры настраивать, а сразу несколько. Есть инфраструктура сети, инфраструктура приложений, инфраструктура идентификации доступа. Если вы придете учиться на курсы Microsoft, вас будут этому учить. И эта профессия не специалист по информационной безопасности, а эта профессия – администратор, айтишник. Но есть еще три дополнительные задачи информационной системы. Обеспечение конфиденциальности, целостности, доступности ресурсов. И вот для решения этих задач и нужен специалист по безопасности. Тут выходим мы в белом фраке и вроде как будем защищать информационную систему. Как про это хорошо узнать? Какие требования выдвигаются к специалисту, который будет защищать информационную систему? Вот так сделаем. Пойдем в интернет. И тут же в гугле напишем. Профессиональный стандарт специалиста по информационной безопасности. И тут же его найдем. Оказывается, у нас есть стандарт. Специалист по информационной безопасности называется. Этот стандарт говорит, что есть у нас трудовые функции, обобщенные и разграниченные, что оказывается нужно оценивать уровень безопасности компьютерных сетей, нужно проводить контрольные проверки работоспособности, проводить анализ безопасности и еще чего-то там. И оказывается, эти знания и умения нужны специалисту информационной безопасности. Министерство труда, не я придумал. А еще есть киберинициатива NICE, международная. Вот если зайдем, снова поищем, найдем, что есть точно то же самое, но на международном уровне. А совет по электронной коммерции, какие хитрецы, придумали курсы по информационной безопасности и пишут, мол, мы соответствуем нашими курсами требованиям этой киберинициативы. Все трудовые функции, которые нужны, мы, пожалуйста, на курсах расскажем в соответствии с требованиями, а потом еще и экзамен будем принимать. Поэтому у нас в учебном центре есть центральный курс по этичному хакингу. На самом деле это целый трек курсов. И мы учим специалистов безопасности, чтобы специалисты безопасности могли выходить на рынок, откликаться на вакансии с Headhunter, как вы в чат пишете, я его читаю. Но тут как? Читаем это соответствие и видим, что EC Council, совет по электронной коммерции, говорит, приходите на курс по хакингу, научим этому, этому, этому и еще вот этому. Вот у нас цели курса и цели экзамена. И мы на курсе будем учить этому, 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 а на экзамене будем проверять. Вот, например, специалисту по кибербезопасности нужны знания о скрытых техниках, или точнее о техниках скрытия коммуникаций. О, слышали? Оказывается, есть знания о том, что есть техники, как скрыть коммуникации. У меня сейчас на моем компьютере есть коммуникации. Как их посмотреть? Если вы администратор Windows и специалисты, хочу узнать коммуникации. Кому какую команду написать? Вот. А любой даже небезопасник знает, что если вот так написать, то все коммуникации здесь перечислены, с кем у меня что установлено. Так вот, это, оказывается, можно скрыть. Администратор в упор смотрит, никаких подключений нет, а коммуникация идет. Приходите на курс по хакингу, я вам расскажу, что есть бэкдоры, трояны, которые осуществляют туннели, ICMP туннелирование, DNS туннелирование, а еще есть рутки Т. Но с техниками хорошо, я как хакер знаком. А как это проверить? Вот как проверить, что специалист придет к нам на работу, и он знает о техниках вскрытия коммуникации? Как у него спросить? Ты знаешь про ICMP туннель, про DNS туннель? Вот это вопрос, конечно, интересный. Я на это соответствие смотрю и думаю, ну, конечно, да, хорошо, что курсы на ICMP соответствуют. А с другой стороны, сам думаю, а как это можно одним вопросом на экзамене выяснить? Знает человек вот это, это, это или не знает? Это же я полтора часа рассказываю на курсе, а как он потом одним вопросом проверит? И тут, я думаю, лучше всего на этот вопрос ответит человек, который вопросы экзамена составлял. Среди наших выпускников есть такой человек, он отучился на курсе, сдал сертификационный экзамен, потом Миссиканцев ему письмо пишет, говорит, Иван Олегович, мы не сомневаемся, что ты большой специалист, а ну-ка придумай вопросы для сертификационного экзамена. Я хотел бы передать слово этому эксперту, заодно он посмотреть, как вот выглядит сайт настоящего хакера. Может быть, он нам расскажет, как проверить, что человек знает то, что нужно по работе специалисту по безопасности, ну, а также, может быть, еще нам что-то об этом расскажет. Так что, Глинкин Иван Олегович, специалист по информационной безопасности. Вам слово, Иван Олегович. Спасибо большое, Сергей Павлович, что предоставили мне слово. Всех хочу поприветствовать, всем добрый вечер. Ну, сегодня я расскажу немножко про себя, про той работой, которой я занимаюсь, ну и, собственно, что мне этого стоило и как я до этого, собственно, дошел. Значит, я являюсь экспертом по информационной безопасности, этичным хакером. Имею ряд международных сертификатов, их целых прям шесть штучек у меня. Вот их можно, опять же, на сайте посмотреть. Это и от Offensive of OCP, и всех мастер Practical, и, опять же, таки Multi-Choice Question. Ну, и также сопутствующие CME и CME. Значит, за сдачу, за успешную сдачу обоих экзаменов по этичному хакингу попал в топ-10 в мире среди этичных хакеров за июль 2020 года. Как можете видеть, занял девятое место. Русских ребят среди топ-10 по миру достаточно мало, к сожалению, у нас всего там человек 7-8, дай бог памяти. Ну, вот, но в любом случае мы там присутствуем. Да, и как Сергей Павлович правильно сказал, это все в том числе благодаря учебному центру специалист, потому что непосредственно к экзамену меня подготавливал Сергей Павлович, за что ему огромное спасибо. Являюсь также разработчиком своего программного обеспечения для автоматизации хакинга, для автоматизации получения информации. Один из таких популярных ресурсов – это флаг Google Docs. Значит, в двух словах расскажу про него. Все, кто работает с Асинтом, знают, что такое Google Docs. Google Docs – это такие… А те, кто не знает, расскажу. Google Docs – это специальные функции и возможности Google для поиска информации, которая, в принципе, не всегда доступна обычному обывателю. К примеру, нужно вывести все PDF-файлы, которые присутствуют на определенном сайте. Таких Docs очень много и непосредственно ExploitDB представляет на сегодня более около 7000 уже. Там две недели назад было 6910, но я думаю, они уже до 7000 поднялись. Вот. И вручную их все перебирать, но, естественно, это долго, муторно и, честно скажу, скучно. Вот. Поэтому для автоматизации процесса была разработана такая программа обеспечения, которая в том числе помогает мне при проведении пентестов, при проведении аудита информационных систем для получения информации и дальнейшей ее реализации. Забегая вперед, скажу, что с помощью данной программы был взломан один из пандеменов университета MIT, наверное, всем вам известного. Кроме того, играю на Hack the Box, имеется даже благодарность непосредственно от генерального директора CEO за то, что была найдена критическая уязвимость на их платформе, а сейчас там больше 700 тысяч человек, которая позволяла подключаться практически к любому пользователю под рутом. Ну и, собственно, в дальнейшем эксплуатировать его компьютер для собственных нужд. Ну и, естественно, благодарственные письма и компании Heinemann, и Transneft, и так далее. Значит, чем непосредственно я в поседневной жизни занимаюсь как этичный хакер? Давайте я вам сейчас покажу два примера, как были взломаны те или иные системы. В данном случае статья называется «Утечка данных без взлома». Она также была продублирована на одном из известнейших хакерских журналов Hacking.9. Значит, смысл заключался в том, что в период работы по другому проекту возникла необходимость зайти на один из сайтов. Я сейчас не буду называть его имя и не буду называть его домен, потому что уязвимость они до сих пор не исправили. Она была доложена им 3 февраля 2021 года. Сейчас у нас, дай бог, 18 октября. Уязвимость до сих пор не закрыта. Это, опять же, к слову, о специалистах, которые работают, обойти специалистов по информационной безопасности, которые работают, как они, собственно, исполняют свои обязанности. В чем заключается уязвимость, которая до сих пор в том числе и жива? В принципе, стандартный сайт, ничем от других не отличается. Он построен на 1С и Битриксе. Как можете видеть, в принципе, стандартная ситуация для ресурса. Имеется поиск. В этом поиске, соответственно, можно вводить любую информацию. И если она представлена на ресурсе, она, соответственно, будет выведена вам на экран. Но проблема в том, что если мы введем, к примеру, доменное имя с собачкой, то у нас высветится номер телефона, фамилия, имя, отчество и непосредственно сама почта. Проблема заключается в том, что такую же информацию можно получить и по телефону. Почему были выбраны телефоны? Как вы можете видеть, среди выгрузки указано, что найдено всего 500. Но на самом деле данных в базе данных достаточно намного больше. И поэтому для того, чтобы ограничить выгрузку, были выбраны телефоны, потому что можно, в принципе, сузить запрос путем добавления цифр 1, 2, 3 и так далее. Но для эксперимента, для Proof of Concept, для того, чтобы предоставить конечному заказчику, было достаточно и этого. Для этого был, для производства успешного хакинга эпоха, был разработан, опять же таки, скрипт, небольшая программка, которая автоматизировала все мои действия и которая позволила выгрузить все телефоны от, ну и все персональные данные, опять же таки, от 901 префикса до 999. Этот я показываю этап разработки скрипта, как все было написано, да, видите, какие-то длинные венецовые команды. Вот, я думаю, кто у нас из ребяток, кто сейчас присутствует в конференции, без труда поймут. И вторая проблема, которую я решал при написании скрипта, это, естественно, погенация, потому что нужно было обходить каждую страничку. Нужно было вытаскивать сначала, сколько страниц всего есть, делить их на 10, потому что выгрузки 10, ну и так далее. Небольшие такие технические аспекты. Ну и в итоге был написан небольшой код, 26 строчек, как видите, но с учетом того, что здесь много пробелов, написано специально для легкого понимания, в принципе, можно ужать спокойно строчек до 10. И вот теперь представьте, что с использованием даже этих 26 строчек мне удалось достать информацию о 5600-150 людях, которые зарегистрированы на сайте. То есть это полная фамилия и имущество, номер мобильного телефона и почта. То есть, по сути, это является утечкой данных. К слову сказать, это является клиентой этой компании, поэтому, а так как конкуренты одним из основных направлений атаки, в том числе является получение списка контакта всех клиентов в организации, то в данном случае считаю, что это очень жесткая уязвимость, и Роскомнадзора, как говорится, на них не хватает. Особенно с учетом того, что эта уязвимость уже живет больше полугода, и никто ее не исправляет. Ну и второй момент, который я расскажу, это про взлом двух крупнейших университетов, Кембридж и MIT. К слову сказать, они работают немножко лучше, чем администраторы предыдущего ресурса, потому что после доклада о уязвимости информация была, точнее, уязвимость была закрыта, исправлена. Если мы говорим про Кембридж в течение недели, если мы говорим про MIT, то было в течение восьми дней, ой, восьми часов. Значит, в чем заключалась уязвимость Кембриджа? У них есть, в принципе, как у достаточно крупной корпорации, есть несколько поддоменов, несколько ресурсов, и один из них называется Cambridge Go. И при праузинге, при изучении сайта, было установлено, что при нажатии на кнопку «Выход» сайт у нас напрямую запрашивает соседний домен testhub.kembridge.edu.su, как можете видеть. И передает он это все по API. Проблема заключалась в том, что на этом сайте давно никто ничего не менял, в том числе учетные данные. И мне удалось зайти на этот сайт под правами администратора. Если мы смотрим дальше логи системы, то мы можем видеть, что этот пароль не менялся с 10 февраля 2016 года. К слову сказать, о тех политиках, которые вы применяете на своих организациях, где пароль нужно менять каждый месяц, где два, где три, в зависимости от компании. Но в данном случае пренебрегли всеми best practices, всеми нормативными документами, всеми ISO-шками. И, как можете видеть, более пяти лет пароль, в принципе, достаточно легкий, оставался неизменным. Особая опасность заключалась в том, что я был под администратором на их CMS-системе. И, как можете видеть, разрешенные типы файлов, которые я, в том числе, как администратор, могу загружать, я сам мониторю, сам администрирую. Поэтому следующим вектором атаки, который мог бы быть, но с учетом того, что я все-таки этичный хакер, я этого делать не стал, можно было добавить разрешение расширения PHP, ну и, собственно, залить туда Reverse Shell и его исполнить. Используя указанную возможность, можно было получить контроль доступа, контроль управления над сервером, опять же таки, Кембриджского университета. Неизвестно, сколько еще сайтов там крутится, поэтому, скорее всего, кроме доступа к данному ресурсу, я получил бы доступ еще и к соседям, возможно, даже и головному серверу Кембриджского университета. Ну и последний пример на сегодня, это Массачусетский технологический институт, тяжелое его название, если честно, проще называть MIT. Значит, он был взломан, опять же, таки, как я указывал раньше, с использованием моей программки, фазбук в интернете, который, как вы можете видеть, сканирует интернет, в частности, сканирует Google по ключевым словам. После скана была найдена очень интересная строчка, которая в Google до сих пор есть, кстати, которая направляет на один, так же же, как можете видеть, внутренний портал MIT. И, к нашему счастью, на сайте Misconfiguration, так называемая неправильная настройка сервера, который позволяет читать файлы и каталоги. При том, как можете видеть, это файл с расширением PHP. Он не исполняется, но его можно читать. И самый интерес заключался в том, что вот эта вот папка, так называемая файловое хранилище, скорее всего, принадлежит прям корневому администратору, который сохраняет бэкапы всех своих ресурсов, всех своих поддоменов у себя просто на одном локальном хранилище. И в ходе браузинга, это, в принципе, заняло достаточно, скажем так, большое время, была найдена папочка, как можете видеть, mafia.db.dump. И здесь вот такие четыре файлика. Два из них, в принципе, даже три по размеру, можно сказать, что они одно и то же просто. И даже время, видите, выгрузки одинаковые. И, собственно, третий. Как вы можете видеть, это выгрузка из MySQL всей базы данных размером 700 мегабайт. Ну, естественно, скачали, посмотрели, посмотрели, собственно, почта и логин, так говоря, пользователя, его юзернейм, ну и хэш-пароли. Значит, это было у нас именно в Яковбе, там порядка, дай бог памяти, двух тысяч пользователей. Ну, и дальше, в ходе углубленного изучения непосредственно исходных данных под доменом mafia был найден еще один интересный файлик, не помню, как он называется, по-моему, def.cfg. И на указанном, указанном файлике, как раз в открытом виде указана ссылка на майской печке MyAdmin с логином и паролем. Соответственно, переходим и вводим и получаем полный доступ над базой данных одного из сайтов под домен. Взбегая вперед, скажу, это было mafia.mit.net. Как можно видеть, в базе данных хранится сведения о 14 тысячах с половиной пользователях, где также указаны как и юзернейм, также и электронная почта, также и пароль в хешированном виде. Что самое интересное, пароль администратора сайта, который тут самый первый, был найден за одну или за две секунды в стандартном флаваре ROG.U. Ну и, собственно, после успешной эксплуатации вы можете видеть, что mafia.mit.edu был успешно взят под администратор. Ну а дальше уже дело техники, лезем в интернет, ищем, как получить реверс-шелл на этом же ресурсе. Было доложено, естественно, об уязвимости, в течение 8 часов они уязвимость закрыли. Поэтому, в принципе, про презентацию наверное все. Хочу добавить про непосредственно сертификацию, о которой говорил Сергей Павлович, но также осветить дополнительные вопросы, которые у вас, в принципе, могли возникнуть в ходе презентации. Сертификация важна. Сертификация очень важна, потому что, если вы откроете тот же HeadHunter, откроете тот же SuperJob, либо LinkedIn, то во все крупные, в принципе, компании, в том числе большая четверка и компании, которые занимаются и следят за информационной безопасностью, сейчас уже пошел такой тренд, что сертификация в резюме кандидата должна быть прям как must-have. То есть, если мы рассматриваем в том числе и зарубежные страны, то минимальным требованием, минимальным порогом для же рассмотрения вашего резюме является два сертификата, это CISP и OICP. Стехт также очень распространен, очень популярен. К сожалению, среди специалистов по информационной безопасности он, скажем так, белая лошадка и мало его, кто любит, но если мы говорим про аудит информационной безопасности, говорим про требования регуляторов и требования других структур, в том числе Department of Defense, он же Пентагон, то наличие СЕХа, CISP, архитектора и так далее важны и без наличия этих сертификатов вас также не будут рассматривать как аудитора, как специалиста и как в том числе пентестера. Вот, поэтому еще раз повторюсь, если есть возможность, получайте, зарабатывайте. Что еще можно сказать? Вот Ольга перед подготовкой непосредственно выступлением задала мне два таких вопроса. Насколько в вашей работе важен английский язык и в каких отраслях могут работать специалисты. По поводу английского языка скажу, что это даже не обсуждается, потому что крупные, опять же, такие компании даже выставляют свою вакансию на английском языке, не говоря уже про то, что вы должны их прочитать и прислать свое режиме уже, соответственно, на английском языке. Ну и второй момент заключается в том, что по большей части, если мы говорим про крупные международные компании, то вы как специалист будете взаимодействовать с головными офисами, которые находятся в Европе, в Америке, ну и других странах, где, собственно, международным языком является английский, поэтому без английского также никуда. и учите, вместе с тем вы должны больше понимать, о чем говорят, нежели говорить, потому что, в принципе, ИБшники они редко выступают в качестве менеджеров по закупкам, да, им главное донести информацию, ну понять и, собственно, на бумаге это изложить. Поэтому, в принципе, у меня все, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, буду рад ответить. Иван, у меня есть парочка вопросов. Да, конечно. Также, уважаемые слушатели, напишите, пожалуйста, в чат, если у вас есть вопросы к Ивану. Подскажите, из каких сфер люди чаще всего переходят в информационную безопасность? Вы знаете, на самом деле однозначного вопроса, однозначного ответа на данный вопрос нет, потому что я как человек, который, в том числе, я разговариваю на английском, больше общаюсь именно на линкедине и в этих кругах, и листа о ленту можно и видеть, как даже девушке лет 50, которая всю жизнь работала бухгалтером, вдруг решила поменять свое признание и пошла в ИБ. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, тут, как бы, тяжело ответить, потому что из любой области можно прийти, то есть, есть ребята, которые были там военными переводчиками, физистами, грубо говоря. Я, например, вообще юрист по первому образованию, вот, по второму IT-менеджмент for business, то есть, менеджмент информационной безопасности. Вот, поэтому кто-то, естественно, в большинстве случаях, все-таки, те, кто окончил специализированное образование, да, первое, либо прошли углубленные курсы повышения квалификации, поэтому, для всех дорога открыта, мы всем рады, информации море, вопрос в том, что люди, которые приходят, вдруг осознают, что нужно постоянно быть в теме, постоянно что-то читать, не всегда на русском, потому что информация на русском языке приходит с значительным опозданием, и с учетом того, что все-таки компьютерные системы, это не инструкция по делу производства, да, они, в принципе, новости приходят каждый день, те же ЦВЕшки на тот же Windows, и так далее, их нужно знать, если вы этого не знаете, собственно, и вовремя не реагируете на те новости, которые происходят в мире, то либо вы проведете плохо пинтест, если вы, собственно, этичный хакер, либо вы своевременно не защитите свою систему, если вы со стороны блютимы. Так, у нас есть вопрос еще от Алексея, на какую зарплатную вилку может рассчитывать начинающий сотрудник, работая по найму? Зависит от квалификации и зависит от должности. Вилка на самом деле начинается от 40 тысяч, если вы интерн, либо специалист начального уровня, и заканчивается там 250, 300, 400, если вы уже, в принципе, такой матерый хакер. Могу сказать про своего хорошего, знакомого, я еще не буду говорить, чтобы не разглашать перс данные, но он, в частности, играет на так называемом ресурсе HackerOne, на котором свои вакансии, точнее, свои предложения на взлом своей системы публикует тот же Microsoft, тот же Mail.ru, а также IBM и так далее, и мой друг за прошлый год взламывая официальное опять же таки разрешение по предложению, по предложению чужие системы заработал 75 тысяч долларов за год. Это только, я не говорю про основную зарплату, это я говорю про bug bounty, то есть про взлом систем по приглашению. Хорошая мотивация для изучения профессии. Также, Андрей, интересуется, какие низкоуровневые и высокоуровневые языки надо знать? Все зависит, да, я понял вопрос, все зависит от, в принципе, от предпочтений и от тех систем, на которые вы специализируете. Сейчас, в принципе, широко популярен Python, потому что можно, в принципе, везде установить на любую систему и сразу же использовать, он везде потянется. Если мы говорим про Windows, то, естественно, нужно хорошее знание PowerShell, если мы говорим про Linux, нужно хорошее знание Bash. Я, например, больше специализируюсь на Linux, поэтому Bash Scripting, ну, конечно, не идеально, но хорошо знаю, и в том числе, как я показывал в своем примере, и FastGoogle.org был написан на Bash Scripting, и скрипт по дампу 5500 пользователей с российского сайта также был написан на Bash Scripting, поэтому все зависит от предпочтений, в любом случае, какой бы язык вы не выучили, или вы уже знаете, может быть, то это не проблема переучиться, потому что самое главное это знание алгоритмов, а синтаксис, в принципе, подтянуть не так долго, особенно, если мы говорим про языки уровня C, C-based program languages, к коему относится, в том числе и Bash, и так далее, то, в принципе, изучая один язык, вы, в принципе, автоматом учите все остальные, поэтому как удобнее, что удобнее, но именно в хакинге, если мы говорим про, опять же, таки, exploit debit, то, если мы говорим про эксплуатацию на ядро, на kernel, то в основном используются CC++, поэтому, если вы умеете хотя бы их читать, да, чтобы понимать, что они делают, в принципе, нормально. И последний вопрос к вам. Назовите три основных софт-скила специалистов по информационной безопасности. для вас самое важное. Ну, специалисты по информационной безопасности, скажем так, отличается своей, как бы сказать, ну, чтобы никого не обидеть, немножко замкнутостью. Иногда тяжело общаться, тяжело разговаривать с айтишниками. Назовем их одним словом, да, не только про ebay. Поэтому первое, на что бы я бы обратил внимание, это, конечно, все-таки умение общаться. Остальное все приложится, язык до Киева доведет. Этот основной я думаю основное требование. Вот. Но если мы говорим про, опять же такие, про специалистов уровня менеджера, и чуть повыше, то, естественно, нужно также уметь грамотно изъясняться, особенно на бумаге, потому что написание отчетов, докладных записок и так далее, это также одна из работ, которые мы делаем, не всегда любимая, не всегда приятная. Мы всегда оставляем, но потом обычно это уже вечером там когда уже, грубо говоря, сил ни на что не остается, ты понимаешь, блин, завтра у тебя дедлайн, нужно написать еще отчет. Вот. Поэтому общение, соблюдение сроков и грамотное написание. Желательно, естественно, на английском языке. Иван, спасибо вам большое, спасибо вам за ваши кейсы, что поделились и выступили. Переходим к следующему спикеру. Никита Попов. Спасибо вам. Никита Попов, директор проекта Фростелеком Салар. Никита, я передаю вам права презентера. Можно включить камеру. Всем добрый вечер. Про себя не буду долго рассказывать. Более десятилетний опыт управления проектами в сфере информационной безопасности как крупными, так и очень крупными, так жизнь сложилась, ну, в практически воле случая. Прямо скажу, в тематику Фабеза сильно не погружен специальный сертификат, специальное обучение. там, если проходил, то стучительное поверхностное опыт, соответственно, набрался по мере выполнения проектов, проектных задач. Что сегодня хотел бы рассказать, структурировать, попробовать по полочкам. Какие, в принципе, бывают направления по Инфобезу, кто такой работодатель в области информационной безопасности, и рассказать про функциональную структуру отделов ИБ на примере моей компании. Начну с направления ИБ. Их, ну, на самом деле, множество, если даже в поисковике забить, название вывалится сразу кучей массы. В целом, я бы их разделил на нормативные, которые часто еще называют compliance, и технологические. В нормативной части основная ветка это стандартизация методологии, то есть это область, где предполагается решение вполне конкретных задач. Это работа с стандартами УЛС-СИБ, это ИСА, федеральные законы, приказы ВСТЭК и других регуляторов. Это проведение существующей документации инфраструктуры в соответствии положениям различных стандартов и плотное взаимодействие с коллегами смежных IT-подразделений для остановления процессов в области в том числе и Т и ИБ. Отдельной веткой я бы здесь выделил аваронос по моему опыту. Не так часто эта задача звучит, как внутри заказчика, так и особенно внутри интегратора. Но задача есть, основная ее цель это повышение грамотности в области ИБ и задача обучения сотрудников. В части технологического направления две большие ветки это блю-тимминг и ред-тимминг это фактически команда защитников, команда нападающих. В команде защитников как вишенка на торте я бы выделил направление SOC это Security Operation Center, которое согласно классическому определению это совокупность оборудований специалистов, которые предотвращают, выявляют, устраняют угрозы инцидента в области ИБ. также интересное направление это форензика фактически компьютерная криминалистика здесь я там по части проектов не сталкивался потому что деятельность такая исключительно операционная нацеленная на сбор анализ данных по следам инцидента ИБ управленцы менеджеров обычно не касаются кто не погружает там закрывается за дверью занимается своими задачами и отдельное направление киберразведка киберразведка ну это деятельность наверное по большей части спецслужб отчасти перекликающие там со следующим направлением технологическим рейтиминга здесь простите забиваюсь отдельно бы выделил еще вот по блютимингу задача в принципе кибергигиена это возможные там средства защиты инфраструктуры к проектированному внедрению задачи прикладные когда там обновляем касперский секретный ставим инфраструктуру и уходим подчасти редтиминга то есть команды нападающих здесь коллеги много рассказывали про этичный хакинг но я бы разделил понятие пинтеста этичного хакинга почему потому что прикладных задачах именно проектных то что мы делаем для заказчиков пинтестом мы часто называем задачи когда автоматизированными средствами просто проводим банальный анализ уязвимости опять же уходим пишем отчет отдаем заказчику с небольшой интерпретацией этичный хакинг это все таки такая уже большая серьезная задача основанная на полной симуляции действий злоумышленников применяя их инструменты доступные недоступные большинство других команд по направлениям в принципе все расскажу какие в принципе бывают работодатели работодатели по-крупному это я выделил как инхаус ибе то есть это какие-то крупные технологически развитые компании которых возникает потребность уже внутренняя по развитию собственной безопасности то есть это коммерческие государственные структуры информационной безопасности для которых не является ключевой темой их задачи находятся в другой плоскости они зарабатывают на другом и отдельно соответственно блок с безопасниками я бы разделил на интеграторов лутсорсеров и вендоров производителей интеграторы это компания представляющая конституционные повторюсь интеграционные услуги у них основной прицел это решение таких прикладных монопроектов и задач соответственно работав в интеграторе вы получите опыт в максимальном спектре прикладных задач то есть скорее всего сможете изучить большое количество защиты различных техник применения к заказчикам аутсорсеры это тоже по сути интеграторы но основная их задача это развитие информационной безопасности клиенте то есть они приходят клиенту не для решения конкретной прикладной технологической задачи а для решения их задачи информационной безопасности развивая технологическую и технологическую составляющие заказчики поработав здесь скорее всего в такую компанию вы придете уже имея опыт именно прикладной работы средствами защиты работав здесь вы получите представление о том как применяется ибэ в той или иной области компании конкретной и отдельный блок это вендоры производителя здесь понятно то есть это наши российские и не российские производители средств защиты здесь попав в такую компанию вы понятное дело получите глубокое погружение в специфику продукта такую которую вы там вряд ли получите поработав в том же интеграторе и аутсорсе на примере нашей компании Ростереком Солар мы объединяем себе как продуктовое направление мы являемся вендором так и интеграцию сервиса соответственно наша компания структурно представлена по крупному сильно по крупному следующим образом в части продуктов у нас есть команда разработки внедрения и развития то есть это пресейл-менеджеры сейл-менеджеры в части сервисов мы делимся на собственно сок у нас крупнейший сок в России в котором есть подразделение мониторинга реагирования здесь я выделил сервис менеджеров как отдельный класс людей которые взаимодействуют с заказчиком и тащат их через собственно все вопросы инфобезы у них возникающие это команды которые рассредоточены на создании развития внешних сервисов например то же самое повышение осведомленности это развитие платформ повышение осведомленности их предоставление заказчику модели лодсорса и отдельно редтиминг то есть команда хакеров которая занимается и пин-тестами и конкретными задачами верификации различных рисков информационной безопасности в инфраструктуре заказчиков отдельный большой блок это интеграция я их еще называю производство то есть это где сосредоточены уже так скажем руки реализующие прикладные задачи инфобеза по проектированию внедрению средств защиты в этой команде также коллегам там сильно помогает отдел комплаенса который сосредоточен на разработке модели угроз на аудитах на разработке различного рода организационно-риспредитной документации управляет им соответственно отдельно команда менеджеров по управлению проектами и также там существует отдел главных инженеров проектов это люди которые уже там имеют огромный технологический прикладной опыт по внедрению различных средств защиты их интеграции между собой и занимаются техническим управлением командами внедрения соответственно бизнесу помогают как обычно это бывает бэк-офис там личные уборщицы администраторы и прочее бухгалтерия продажи развития это маркетинг развития бизнеса в регионах на месте и команды управления которые решают комплексные проекты часто связывая все возможные команды во всех возможных направлениях и отделах бизнеса по-крупному представил простите что сумбурно честно скажу первый опыт предлагаю перейти к вопросам уважаемые слушатели пишите пожалуйста вопросы я бы еще спросила тоже пару вопросов как вот вы по опыту можете сказать как выпускнику студенту например нашему выпускнику человеку который только сменил направление как ему продвигаться по карьерному развитию как найти первую работу может быть какие-то лайфхаки или что-то из вашего опыта построения команды ну здесь как и везде есть вертикальный рост возможно вертикальный рост когда человек приходится на позицию стажера интерна занимается приобщается к команде дальше вырастает вертикально соответственно ведущего специалиста специалистов в конкретной области инженерной либо в области редтиминга либо сок любой другой функциональный соответственно дальше есть возможность развиваться стороной организационного лидерства по результатам стать функциональным руку отдела группы либо здесь отдельно выделил сервис менеджера то есть это человек который работает с заказчиком имея хороший бэкграунд в инфобезе либо развиваться в сторону технического лидера в сторону главного инженера главного архитектора то есть это человек который обладает знанием фактически чаще по как минимум по всем областям инфобеза и владеет всеми инструментами и их связывать между собой по участию лайфхаков например наша компания прям скажу большой кадровый голод особенно в части инженеров тех кто работают на объектах полях разрабатывают документы мы соответственно общаемся с различными институтами с центрами сертификации пытаемся вылавливать фактически из потока людей с горящими глазами это то что происходит с нашей стороны и часто даже берем на работу выше скажем так обычного стажера людей имеющих даже не опыт до минимальную сертификацию в область коллеги уже говорили что сертификация нужна важна для нас для работодателя это пропуск на первую работу если он сопровождается прикладным опытом по решению задачи заказчика либо проектной деятельности огромный плюс является на ваш взгляд если будут у вас несколько специалистов которые с одинаковой сертификацией кого выберете по софтскиллам на что будете обращать внимание по софтскиллам ну здесь уже там коллеги говорили язык до Киева довезет с этого начинается любое собеседование если человек молчит уклоняется от ответов и не движется попытаемся его разговорить соответственно если человек обладает минимальной уверенностью даже пусть не в себе а в той задачи которую хочет решать наша компания то нам нельзя назвать софтскиллом да но инженерным можно мы возьмем Иван спрашивает какая на ваш взгляд самая нужная сертификация ну повторюсь у нас кадровый голод именно в инженерной части то есть мы с удовольствием берем с рынка людей которые умеют работать даже с конкретными средствами защитными там с касперским антивирусом секретнет либо с направлением сетевых экранов что-то еще если хочется развиваться там сильно дальше вот этого прикладного уровня то история с этичным хакингом кажется очень востребованной сходу понятно что ее можно у нас компания направить в сторону сока в сторону родтиминга и в сторону методологов которые помогают нашим заказчикам строить корпоративные ведомственные центры для себя спасибо возможно ли проблемы при приеме на работу в область информационной безопасности при двойном гражданстве думаю если идти куда-то в область тех же интеграторов либо заказчиков которые работают с гостайной проблемы будут 100% работаем на коммерческом рынке обычно идите на коммерческий рынок вот отлично Никита спасибо вам огромное что приняли участие в нашем вебинаре вроде вопросов больше нет Сергей Павлович передаю вам слово давайте наверное поговорим пару слов о нашей дипломной программе как мы видим развитие специалистов по информационной безопасности что мы для этого можем предложить да давайте послушали двух докладчиков а для меня они как на двух разных полюсах и допустим захотели быть этичным хакером аналитиком пентестером или наоборот серьезным безопасником чтобы защищаться от неэтичных хакеров как этому учиться специалист открывает объятия вы наш хороший идите к нам мы вас научим и центральным курсом от которого нужно отталкиваться курс по этичному хакингу это реально лучший курс который только есть специалисты ну естественно с моей точки зрения и можно программу курса посмотреть чему будем учиться 20 модулей каждая тема это как отдельный курс и много тысяч даже уже человек отучились по программе этого курса мы уже лет 10 больше его читаем все говорят да реально крутой курс и сертификация крутая но здесь какая тонкость как курс проходит очень интенсивно хакинг системы давайте про это вам расскажу но потом еще и покажу и будет у нас какой-нибудь пара linux а здесь множество программ и давайте эти программы каким-то образом использовать будем находить уязвимости будем что тут эксплуатировать и это linux а взламывать будем какой-нибудь windows сервер и совершенно невозможно прийти учиться хакингу и не имея за собой подготовки вообще никак ничего не будет понятно будет казаться что инструктор что-то слишком быстро объясняет умышленно быстро и непонятно рассказывает на самом деле просто инструктор думает что за плечами есть требуемая подготовка вы прошли курс защита от хакерских атак и имеете представление о защитных мерах а придя на курс защита от хакерских атак вы как бы обещаете инструктору и учебному центру что у вас за плечами будет курс по построению сетей тактическая стратегическая защита а придя на курс по построению сетей снова требуемая подготовка и какой здесь трек чтобы сюда выйти весь курс основы безопасности сюда прям любой человек приходите будем обсуждать на чем безопасность держится ничего настраивать не будем будем обсуждать что такое конфиденциальность целостность доступность потом надо знать что-то про сети IP TCP DNS как она устроена здесь тоже не особенно чего-то конфигурируем но когда мы хотим что-то администрировать то тут уже мы должны по крайней мере уметь такую команду написать чтобы коммуникации посмотреть и это курс основы администрирования Windows Server а потом есть курс по сетям здесь изучаются уже по-нормальному сетевые технологии IP TCP разрешение имен почтовое сообщение веб-сервера и еще укрепляемся умение администрировать Windows Linux потом идем изучать защитные меры тактическая стратегическая защита защита серверов шифрование отдельным курсом защита от хакерских атак дополнительная атака защиты веб-сайтов и вот сюда на курс по этичному хакингу пришли когда у вас этот трек курсов за вами я понимаю что вам можно не объяснять чем IP версии 6 отличается а когда буду говорить давайте там куда-нибудь DNS поис один атака то не нужно объяснять что такое зона прямого зона обратного просмотра это здесь учили ну и курс по этичному хакингу это еще не финал на самом деле по хорошему целых два курса делать или две недели этот курс проводить чтобы еще практики было побольше поэтому есть лабораторный практикум чтобы вы практическую работу тоже выполняли по учебнику очень хорошее руководство идет в комплекте но курс тестирования на проникновение анализ безопасности это то что реально нужно для применения техник то есть этичный хакинг мы что тут изучаем давайте научу такой техники такой 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 различные техники а как их применить в какой последовательности чтобы ничего не забыть ничего не сломать нужна методология ее изучаем на курсе который мы называем середва тестирование на проникновение а есть еще более сложный курс расследование хакерских инцидентов как хакера поймать естественно если хотим его поймать нужно знать техники которые хакер будет использовать и наконец руководитель службы безопасности снова ничего не конфигурируем но обсуждаем стратегии управления рисками финансирование и все такое в принципе можно было бы вот здесь прямую линию основы безопасности и сразу в начальнике в принципе можно и мы будем управлять службой но как будем управлять ничего не знаю но чтобы к утру все было безопасно конечно без понимания техник защиты без понимания того как администраторы будут это внедрять руководить службой тяжело при этом это радикально отличается от всех остальных курсов когда будем учиться руководить мы уже мыслим не в терминах команды не в терминах утилит мы мыслим в терминах регламентов стандартов документов вот так и специалист пытается как-то такую последовательность курсов в дипломную программу увязать например эти два курса по тактической стратегической защите объединены в одну программу сертифицированный специалист по безопасности сетей так это всего два курса да и смысл даже не то что они дешевле будут если сразу два возьмем такой программой специалист хочет подчеркнуть что эти два курса они как бы в спарке идут что это часть первая вторая это как одна программа пусть будет и вы можете обратить внимание что существуют дипломные программы которые эти курсы как-то между собой объединяют я может быть не совсем как инструктор как хакер с этой программой согласен потому что я где-то думаю ну это какой-то отдельный продукт зачем его в эту дипломную программу я бы по-другому расположил курсы но с другой стороны есть число часов есть требования есть свои какие-то менеджерские задумки поэтому есть одна дипломная программа а то другая третья четвертая ну и в любом случае хорошо на дипломную программу посмотреть чтобы курсы шли последовательно в рамках одной программы подготовки и причем еще и отдельный сертификат повышения квалификации от уважаемого учебного центра получить но при этом если в дипломной программе какой-то из тех курсов отсутствует его пройти тоже хорошо а учимся мы как пять раз в неделю с десяти до пяти а потом еще стараемся делать так чтобы после курсов по безопасности был свободный вечер и я тогда говорю студенты мы вас не выгоняем хоть до десяти вечера можете сидеть мы вам даем такую дополнительную возможность но скажу сразу обычно студенты этим не пользуются в пять часов все стоят домой уходят потому что очень интенсивные тренинги очень большой поток сознания идет поэтому уже с десяти до пяти а больше уже отдохнуть хочется и есть разные форматы очная заочная я хочу сказать что открытое обучение это очень хороший формат для курсов по безопасности почему потому что тренинг интенсивный и как проходит инструктор что-то покажет расскажет и потом еще может предоставить время ну если хотите повторите или по учебнику выполните практическую работу а это уже индивидуально и какую-то задачу вы хотели бы больше времени потратить а инструктор говорит все следующая тема пойдемте дальше а какая-то тема вам может быть не так интересно но ничего не поделаешь программа курса такая в открытом обучении вам предоставляется видеозапись курса вы по ней учитесь и перед видеозапись перематываете вперед-назад на паузу ставите кто-то позвонил не страшно вы ничего не пропустите при этом у вас всегда инструктор на связи всегда можно задать вопрос то есть открытое обучение это не обучение по видеозаписи это с использованием видеозаписи прямо сейчас вы не можете отличить я реально вам что-то говорю или я вчера сделал запись поставил трансляцию а сам ушел вообще никак отличить не можете поэтому здесь для обучения в открытом формате если онлайн то это очень хорошо ставится задача инструктор что-то показал а вы вольны в распределении времени и можете хоть два-три раза пересмотреть одно и то же еще вперед промотать и при этом инструктор всегда с вами на связи если какой-то вопрос вы не боитесь перебивать инструктора запись на паузу в чат Сергей Павлович вот там видеозаписи такое говоришь ну-ка что там давай уточним или я вот хочу повторить не получается я тут же говорю давайте я посмотрю к вам подключусь скорее открытое обучение это индивидуальное обучение если есть возможность заниматься онлайн то конечно в открытом обучении лучше потому что если бывает что менеджера склоняют давайте в режиме реального времени онлайн подключайтесь тоже можно но вам какая разница программа курса одна и та же инструктор то же самое говорит конечно лучше иметь возможность контролировать эту запись такое преимущество формата открытого обучения особенно при изучении курсов по безопасности взлом веб-сайтов и все такое и еще портфолио выполненные в процессе учебы работы можно добавить в портфолио например есть курс анализ безопасности тестирования на проникновение мы там проводим пентест пишем отчет сами себе пишем и если вы реально выполнили пентест ну аудит безопасности что там проверили или что-то расследовали вы не можете потом кому-то этим похвастаться ну я например не могу сказать вот я выполнял тестирование на проникновение компании все взломал вот мой отчет потому что не могу раскрывать конфиденциальность все такое а тут вы совершенно спокойно можете говорить могу дать почитать вот смотрите это мой отчет я в команде таких же студентов выполнил тестирование на проникновение или выполнил расследование инцидентов ну это хорошо а то что документы об окончании выдаются от специалиста скорее всего ваш работодатель учился в специалисте специалисту 30 лет много студентов много выпускников ваш работодатель может быть в том числе вот что я сказал бы о курсах центральный курс по хакингу и что вокруг и хорошо конечно проходить курсы в дипломной программе а если очно то конечно разговору нет бывает что мы собираемся в классическом формате очно вы видите вживую инструктора тут совсем другое но если онлайн ну как мы сейчас день открытых дверей проводим то конечно лучше на мой взгляд проходить в записи и не думать я потом получу запись я потом по записи будут учиться а прям сразу использованием видеозаписи ее смотреть выполнять что я говорю вы не будете отличать вживую идет трансляция или вы сами запустили а инструктор всегда на связи всегда подскажет и по теории и по практике если есть какие-то вопросы хорошее время сейчас задать самые популярные вопросы уже в классе а вы спросите у нас есть вопросы в чате если учиться онлайн как будет проводиться лабораторные работы ну если учиться удаленно в формате открытого или закрытого обучения мы вот как делаем мы даем доступ к нашему компьютеру у нас компьютер стоит в классе а тут вот уже все виртуальные машины все уже подготовлены и как будто вы в класс пришли только вы удаленно к этому компьютеру подключаетесь а учебные материалы у вас на диске C в папке TOOS обычно располагаются прямо сейчас проходит курс атака защиты веб-сайтов я говорю вот вам учебник а это дополнительные мои заметки могу с вами поделиться будем учиться сайты взламывать будем эти скриптики эти утилитки использовать и вы можете хоть по RDP себе скопировать пусть у вас тоже будет и лабораторные работы на этом стенде который у нас в классе можете выполнять так что с лабораторными работами проблем нет даже если удаленно онлайн занимаетесь еще вопросы нужно ли иметь вторую машину под рукой для обучения не ничего не надо дело в том что вы по RDP подключаетесь к нашему компьютеру вам только интернет нужен и любой ноутбук прям самый-самый немощный главное чтобы он интернет держал потому что наш компьютер вот где я курс читаю он вот такой это компьютер за которым я сейчас сижу и доступ к которому мы вам предлагаем у вас будет такой компьютер как сейчас у меня и он у нас 128 гигабайт вот сколько процессоров запускай хоть 10 виртуальных машин а вы же по сети подключитесь к нашему компьютеру к нашему лабораторному стенду у вас любой компьютер может быть единственное только что если планшетник то там неудобно по RDP подключаться лучше конечно с компьютера подключиться подскажите может быть так долго обучая специалистов у вас уже есть какая-то статистика при успешном окончании дипломной программы по информационной безопасности на какую зарплату может претендовать выпускник не имея ранее стажа работы в этой сфере большая ли разница условий госсектора и коммерции ну это уже на хэдхантере лучше спросить и это как уже Иван Олегович говорил от 40 тысяч до 250 тысяч будет вилка есть компания она консультирует другие компании аудиты проводят а я эту компанию консультирую и я знаю у них время от времени вакансии возникают они ищут специалиста пусть даже без опыта работы и там предлагают зарплату 100 тысяч 120 200 220 тысяч в зависимости от того что нужно делать ну там да соответственно и собеседование давай с тобой поговорим в этой области в этой области какие есть уже навыки знания ну нет такого что вот завершаете и точно на такую зарплату устроитесь зависит еще от того как вы и с компьютерами в ладах как вы и с людьми общаетесь и много разных факторов можно ли чередовать сегодня онлайн завтра очно да у нас можно такое вот есть студенты которые записались очно пришли потом говорят ой как хорошо а что же я буду приходить инструктора онлайна через go to meeting как сейчас вижу по rdp к компьютеру подключусь я пожалуй завтра к обеду приеду а потом ну меня хорошо никто не отвлекает не приеду можно и курсы чередовать и даже на одном курсе можно быстро переходить только наверное лучше переходить если у вас точно вы записались а потом перешли онлайн потому что когда вы онлайн записались инженер может быть ваш компьютер куда-нибудь поставить на заднюю парту под стол если вы в класс придете то инженеру надо вам еще и стол искать а так он компьютер под стол поставил он там стоит себе вентилятором шумит поэтому тут с инженером надо будет согласовать в общем и курсы можно в разных форматах проходить один курс в формате открытом другой в закрытом и даже в пределах одного курса и очное и заочное может совмещаться входит в курс профпереподготовки по данной дипломной программе изучение российского законодательства в части защиты информации когда приказы по управлению службой безопасности особенно когда курс вот всех четыре мы его называем ЖД управление службой безопасности то конечно мы прежде всего ориентируемся на сдачу сертификационного экзамена и какие международные стандарты изучаем но тем не менее есть регламенты которые специфичны для нашей организации про это тоже говорим а если курс по основам вот ИСО ИСО 27002 так что ли он называется это просто ИСО он называется то там мы изучаем стандарт ИСО 27002 но его на русский язык перевели и это ГОСТ 27002 тогда как хотите считайте это мы на русском языке разговариваем можно считать что это ИСО можно считать что это ГОСТ но у нас все-таки вендор основной как ОЗИ ИСИ КАНСЛ совет по электронной коммерции мы ориентированы на международные стандарты но в условиях российской реальности мы российское законодательство тоже изучаем хотя например если закон о персональных данных вам интересен или закон по критической инфраструктуре это у нас есть отдельные курсы отдельные преподаватели И последний вопрос имеет ли смысл приступать к изучению информационной безопасности не зная языков программирования да можно начинать смотрите мне конечно легко рассуждать я сам программист по образованию диплом с отличием мне все хорошо но я объясню почему самому программировать особенно не надо потому что все уже запрограммировано за нас вот откроем этот хакерский дистрибутив парад линукс видите да это все утилитки эти все утилитки они уже написаны это все утилитки они уже написаны вам не надо программировать вам может быть скриптик какой-то иногда написать но для изучения даже скрипты особенно писать не обязательно мы уже готовые инструменты уже кем-то написанные изучаем используем а если он графический инструмент возьму сейчас скажу дай-ка запущу графическую утилитку так там вообще нажмите туда нажмите сюда вообще писать ничего не надо поэтому для изучения безопасности чтобы прям быть программистом не нужно но с другой стороны когда зайдет речь о написании эксплуата в переполнении буфера я вам буду что-то показывать и буду говорить вот смотрите я написал слит на питоне а это вот на ассемблере оно так выглядит поэтому для этой темы конечно хорошо иметь представление о программировании ну и с другой стороны вы можете сказать хорошо я не понимаю тонкости и кода но если я где-то раздобуду этот готовый эксплойт мне его только запустить тут необязательны хорошие знания в программировании а я читаю вы пишете готовим мы к экзаменам или это просто курс конечно мы готовим к экзаменам я с чего начинал свой разговор с того что сертификатами своими хвастался и например вот курс построения информационной безопасности экзамен сдавал и я сертифицированный специалист что я ISO 27002 знаю сдавал экзамен и еще 27001 знаю тоже сдавал экзамен а курс по хакингу этичный хакинг он готовит к сдаче сертификационного экзамена certified ethical hacker и ну и тут же центр тестирования приходите экзамен примем будете сертифицированный этичный хакер как я а курс всех два анализ безопасности пожалуйста аналитиком будете сертифицированный аналитик а курс всех три расследователь инцидентов тоже есть экзамен сдавайте докажите что вы тоже как я сертифицированный расследователь компьютерных преступлений а наоборот до этого курс какая-то требуемая подготовка certified network defender имеете ввиду да соответствующий экзамен тоже будете сдавать будете сертифицированным защитником экзамены они как правило видеотестирования угадаете правильный ответ но если вы хотите идти в мастера там уже практический экзамен он уже за пределами курса уже отдельно сдаете сутки себе выделяете и что там анализируете на практике практические задачи выполняете ну что ж я уже предлагаю перейти к заключительной части сейчас переключу заключительная часть еще какая будет мы день открытых дверей но отношения не заканчиваем если после будут какие-то вопросы всегда обращайтесь будем рады вас видеть будем рады помочь если вопросы в письменном виде напишу ребятам спасибо огромное Сергей Павлович пару слов скажу в завершении дипломную программу я вам отправила в чат ссылочку на нее вот примеры сертификатов которые получают наши слушатели после ее окончания она уже включает в себя подготовку с нуля и до профессионала кто-то спрашивал в чате про длительность длительность зависит в индивидуальном формате так как курсы вы можете проходить последовательно один за одним или делать небольшие перерывы то есть зависит от вас от вашей возможности сама дипломная программа включает в себя набор курсов которые мы предоставляем уже со скидкой если вы бы купили их по отдельности и сегодня если вы решитесь на дипломную программу записаться то мы предоставляем вам в течение трех дней возможность воспользоваться сертификатом на 10 тысяч рублей по промокоду который вы видите на экране то есть это дополнительная скидка к стоимости дипломной программы также промокод я вам продублирую его можно будет активировать у менеджера либо на сайте самостоятельно для тех кто также обращайте внимание на предварительную подготовку по дипломной программе и всем рекомендую также обратить внимание на небольшие треки то есть на комплексные программы где несколько курсов объединены и тогда на один из них предоставляется скидка это очень удобно позволяет экономить ваши деньги также другие возможности вам может подсказать менеджер который с удовольствием на ваши все вопросы ответит поможет вам сориентироваться и подобрать курс в чем еще выгода дипломных программ при покупке дипломной программы вы получаете в течение полугода после ее окончания скидку на 50% на ряд онлайн курсов по тому направлению по которому вы учитесь то есть это очень удобно потому что все равно придется дальше развиваться и повышать квалификацию и будет возможность это сделать с максимальной скидкой и если есть какие-то еще вопросы пожалуйста задавайте так андрей просит еще раз показать сертификат с кодом так одну секундочку вот пожалуйста также всем кто записался на дипломную программу на наш сегодняшний вебинар данный сертификат будет продублирован на электронную почту можно будет там посмотреть сертификат доступен всем кто записался на сегодняшний вебинар смотрите вам записи или участвует онлайн итак пора нам заканчивать уважаемые слушатели спасибо что присоединились сегодня онлайн благодаря вам наши вебинары становятся действительно живыми благодаря вашим вопросам благодарю спикеров сегодняшнего мероприятия Ивана Глинкина Никиту Попова Сергея Клебогина за то что помогли раскрыть нам особенности данной профессии всех слушателей ждем к нам на курсы любым вопросом будем рады пишите или звоните на курсы на курсы на курсы